Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока «Тепловые пояса Земли». Отгадайте загадку. Ты весь мир обогреваешь, ты усталости не знаешь, улыбаешься в оконце и зовут тебя все... Правильно, это Солнце. Сегодня нам предстоит ответить на очень интересный и сложный вопрос, почему Солнце не одинаково любит Землю. Мы уже знаем, что Солнце – источник тепла и света для всего живого на Земле. Давайте еще раз посмотрим, как Солнце освещает нашу планету. Солнце неравномерно нагревает разные участки Земли. Света больше попадает на среднюю часть земного шара. Эта часть будет нагреваться сильнее, потому что она получает больше света, а значит и тепла. А полюсы освещаются меньше, поэтому и тепла они получают намного меньше. Солнечные лучи на среднюю часть земного шара падают отвесно, а к северу и югу наклонно, будто скользят по поверхности и, соответственно, нагревают поверхность меньше. В соответствии с распределением тепла выделяют три тепловых пояса. На глобусе и на картах они обозначены пунктирными линиями. Северный тропик, южный тропик, северный полярный круг, южный полярный круг. Посмотрите на карту полушарий. Мы видим южный и северный тропики, экватор. По обе стороны от экватора до северного и южного тропиков расположен тропический пояс. Далее идут линии полярных кругов. Их тоже две, на юге и на севере. От тропического пояса до полярных кругов расположены умеренные пояса. Посмотрите, что осталось за полярными кругами. Это полярные пояса. Так выглядит наш земной шар, разделенный на тепловые пояса. Ах, как же прекрасна наша планета! Вот белая лента, вот синего цвета, а вот голубеет под ней полоса. Земля в разноцветные ленты одета, точнее, в климатические пояса. Давайте поближе познакомимся с поясами освещенности нашей планеты. Узнаем их название, расположение, климат. Я скажу, друзья, без шуток. На земле есть линия, за которой много суток длится ночка синяя. Ей на смену день приходит. Солнце долго не заходит. Этих линий две на свете. Назовите их в ответе. Это полярный круг. Северный и южный. Смотрите, кто встречает нас на полярном поясе. Узнали их, ребята? Ребята, я живу в южном полушарии. Лучи солнца плохо обогревают это место. Они лишь скользят по поверхности земли, давая очень мало тепла. А я живу на крайнем севере. Эта часть планеты тоже покрыта ледниками. Здесь очень низкие минусовые температуры, поэтому очень холодно. Снежный покров держится почти круглый год. В местах, где из-подо льда на поверхность выходят скалы, можно увидеть мхи, лишайники. А на скалистых местах собираются чайки, кайры, гагарки. Здесь можно встретить белого медведя и тюленя. Здесь очень холодно, а Лоло и Умка здесь родились, поэтому им не холодно. У них очень теплая одежда. Ребята, я предлагаю вам попрощаться с Лоло и Умкой. Мы отправляемся дальше. Чуть ниже пояс умеренный, и климат в нем тоже нужный. Не то чтобы очень северный, но и не так чтобы южный. Смотрите, нас встречает медведь. Ребята, скажите, на каком материке я живу? Правильно, я живу на материке Евразия. Это самый большой материк. Большая часть материка находится в умеренном поясе. Используя свои наблюдения, что вы можете сказать о климате в умеренном поясе? В умеренном поясе четыре времени года, которые сменяют друг друга. Зима холодная, лето теплое, иногда жаркое, а весна и осень прохладные. Природа этого пояса разнообразна. Богатая растительность и многообразен животный мир. В эту зону солнечных лучей поступает больше, отчего земля успевает нагреться. Спасибо, медведь, но нам с ребятами пора отправляться дальше. Еще ниже пояс тропический. Там даже зимою тепло, и снег видят люди практически не чаще, чем НЛО. Наконец-то я согрелся. Больше всего солнечных лучей попадает на экватор. Земля больше всего получает солнечного тепла. Здесь сейчас отдыхает лев Бонифаций, который приехал в отпуск. Бонифаций, что вы можете сказать о тропическом поясе? Здесь жарко круглый год, много растений и животных. В тропическом поясе растет много удивительных растений. Живет огромное множество животных, а тропические леса называют легкими нашей планеты. Больше всего солнечных лучей попадают на экватор. Здесь земля больше всего получает солнечного тепла. Вот и подходит наше путешествие к концу. Давайте ответим на вопрос. Что повлияло на образование тепловых поясов на поверхности Земли? Перечислите тепловые пояса Земли. Зачем же наш глобус так разрисован, располосован и распоясован? Зачем? Чтобы было яснее для народа, где климат какой и какая природа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова